друзья привет всем сегодня будет финальное видео обязательно досмотрите его до конца в этом видео я расскажу какое решение я принял какое решение мы приняли что мы будем делать дальше многие писали что не видели меня до таким расстроенным я вы знаете против этого дерьма но дерьмо вокруг нас и вот по моей концепции мы двигаемся своим путем да но дерьмо вокруг нас и чтобы двигаться своим путем нужно хотя бы знать об этом дерьме огромное спасибо что вы меня поддержали я прочел все комментарии огромное вам спасибо ну что переходим к нашей теме многие писали в комментариях а что случится с олимпом а что будет олимпом после 31 марта ничего не случится олимп также будет работать но нельзя будет торговать с 31 марта с территории рф и все только с территории российской федерации нельзя будет торговать ну и регистрироваться тоже и все все работает я посовещался со своей командой я посовещался с подписчиками мы провели референдум и вот вы видите какое мы приняли решение три с половиной тысячи человек проголосовало за то что мы остаемся на олимпе и да ребята мы остаемся на олимпе у нас сейчас есть два нормальных брокера это олимп и бинома они оба уходят из россии просто бинома уйдет чуть позже видите какая ситуация на территории россии никто не даст нормально работать этим компаниям и они приняли решение уйти никакого закона еще не было ребята они решили уйти минома где чуть позже олимп решил уйти до закона потому что понимает что на территории россии нормально работать не получится как раз такие думы на территории россии будут работать всякие непонятные конторы которые будут разводить людей но их тоже должны перекрыть если выйдет закон должны перекрыть все бинарные опционы если выйдет закон а если я уже говорил какие-то конторы будут работать это по-любому какие-то нелегальные конторы вышел законы они работают то есть вы внесли туда деньги, а им по барабану, да? Ну как это так? Значит, это какие-то вообще палевные конторы, и они в любой момент могут закрыться, да, если им даже похрен на закон. Любые более-менее нормальные конторы тоже уйдут. Но сейчас мы живем в такое время, что никакие запреты на нас не распространяются, потому что можно торговать включенным VPN. Если вы житель Российской Федерации, вы можете торговать с территории другой страны. Вы можете торговать с Таиланда, вы можете торговать с Украины. Давайте я отвечу на три самых основных вопроса. Итак, я обратился в поддержку. Здравствуйте, здравствуйте. Чем могу вам помочь? Меня не заблокируют, если я буду торговать включенным VPN с тех стран, где Olymp Trade разрешен. Нет, не заблокируют. Так что за VPN никто, ребята, не будет блокировать. Идем дальше. А жители России могут торговать с территорией других стран, где разрешен Olymp Trade? Например, Таиланд, Украина. Да, конечно. Мы ни в коем случае не отворачиваемся от граждан России. Если вы проживаете в стране, в которой торговля на нашей платформе открыта, вы сможете продолжить работу. Мы будем очень рады, если так и будет, потому что мы ценим наших трейдеров и хотим продолжать с вами работать. То есть, кто узнает, что вы в Таиланде? Никто не узнает, как это они проверят или вы живете в Таиланде, если вы все время будете заходить с тайского IP-адреса. Ребята, вот и все. Я живу в Украине, у меня запрещен ВК, у меня заблокирован Яндекс и WebMoney. И я торгую. То есть, я сижу в ВК, все нормально. Я даже этот VPN не вырубаю. То есть, я торгую с русского IP-адреса всегда. Вот, смотрите. Вот, у меня включен VPN русский. Вот, я всегда торгую с территории России. Вот, даже сейчас. Придется мне торговать уже с другой страны, потому что с русского IP уже не смогу. Дальше, смотрите. Здесь список стран, где нельзя торговать. Вот, Литва, Испания, Великобритания, Европа. Следующий, самый главный вопрос. В апреле жители РФ, торгуя с территорией Таиланда, могут спокойно выводить деньги на русские карты и русские электронные системы? Да, конечно, можно использовать все российские источники пополнения для вывода средств. Окей, спасибо. Благодарим вас за обращение. То есть, ребята, если вы пользуетесь электронными системами, ну, к примеру, ePayments, это же не русская система, то есть, вы можете ей пользоваться. Живя в Таиланде, вы можете ей пользоваться, живя в Украине. Дальше, если вы пользуетесь картами Сбербанка, там, Виза, Мастеркард, это же мировые карты, потому что с карты Сбербанка вы сможете снять деньги в любой точке мира. То есть, почему нельзя пользоваться русскими картами? Все будет работать, ребята, так что за это вообще не переживайте. Смотрите, ребята, я никого не призываю прям оставаться. Выбор всегда за вами, вы знаете, что все всегда на вашей ответственности. Вот видите, 800 человек проголосовало за то, что они не хотят оставаться на Олимпе. Я уже говорил, да, что с точки зрения заработка, например, даже на партнерской программе, мне лучше, конечно же, было бы перейти. Потому что опять, видите, я потерял вот 800 человек. Запретили регистрации, я уже потерял там 50%. Запретят сейчас торговать в территории РФ, я еще потеряю там, может быть, 40% или 30%. Но зато с нами останутся действительно те ребята, которые нацелены на заработок. Плюс в том, что могут отсеяться всякие неадекватные люди, которые заходят на Олимп. О, там ничего не работает, все. Я здесь торговать не буду. То есть, люди, которые вообще не понимают, потом эти люди теряют деньги, потом тебя обвиняют. А я предупреждаю, что все в начале, все до единого потеряют деньги. Все. Первые там 10 депозитов вы сольете 100%. 100% вы потеряете эти деньги. Будьте к этому готовы. Люди к этому не готовы. Они думают, я вот сейчас зайду и буду сразу же миллионером. Вот, такие люди отсеются. Это, конечно же, плюс. И вот у меня ссылки, да, стоят в описании. Все, они уже не работают. Для жителей с Российской Федерацией. Они по ссылке переходят, а там пишут, что регистрация запрещена. Все. Все. И эти люди уже отсеиваются. Но, я думаю, в этом будет плюс. То есть, мы будем торговать меньшим количеством, но зато трейдеры будут адекватнее. Людей будет меньше, обучаться будет проще. Все равно, если вы находитесь в моей закрытой группе, вы там останетесь. Вход пожизненный. Обучение я буду проводить на Олимпе, потому что там удобные графики. Там вот, можно четко все показать. Там видно хорошо пики и просадки. Плюс, все проголосовали за Олимп. Все, конечно же, привыкли к Олимпу. Так что, будем торговать на Олимпе. Хотите, торгуйте на Бинома. Хотите, торгуйте на других брокерах. Выбор, ребята, всегда за вами. Мы с вами прошли через такой, да, тяжелый переломный момент. Мы до конца не знали, что мы будем делать. Можно, конечно же, было перейти на серьезных брокеров, на американских каких-то, но там, ребята, очень сложно. Можно было перейти на настоящую биржу, но там куча проблем с получением всяких документов, с разрешениями. Ребята, там не так все просто. Плюс опционов, что там настолько просто зарабатывать, что можно зайти с телефона, что можно вот просто вот ловить эти пики просадки на минутки и все. Это проще, просто. Вот почему мне нравится этот вид заработка. Также я читал комментарии и видел, что все меня поддержали и все проголосовали бы за то, чтобы я создал своего брокера. Деньги у меня на это есть, но, ребята, это, конечно же, будет очень тяжело. Плюс я уже создавал себе сайт, столько было проблем с обычным сайтом. Я очень переживаю за то, чтобы все там круто работало, чтобы никого не подвести. Вот если я создам брокера и там будут какие-то косяки, вы же меня съедите. Я очень за это переживаю. Это мне по-любому нужно найти крутую команду, чтобы это все сделать. Делали мы качественно. Не знаю, или я это потяну. Конечно же потяну, с вашей поддержкой потяну, но сейчас вот на данном этапе я к этому не готов. Вот сейчас я поставил себе цель, вы знаете, написать книгу и то вот с этими, видите, проблемами. Все, какая книга? Здесь нам нужно решать, что делать. Я не знаю, наверное, в этом году пока ничего я такого делать не буду, серьезного, но опять же, все меняется, я развиваюсь, мы с вами растем, меняются какие-то взгляды на жизнь. Еще раз объясню свою позицию по поводу обучения, почему ты занимаешься обучением. Вот новые в основном подписчики не понимают. Старые мои подписчики уже все понимают, не понимают, почему ты втихаря не торгуешься, зачем ты на ютубе, если ты такой гуру в заработке, зачем ты обучаешь людей? Ну, во-первых, ребята, один подписчик написал, что это плюс к карме, так и есть. Если ты помогаешь людям, я, во-первых, чувствую себя лучше, идет определенная отдача, плюс популярность, плюс источник пассивного дохода. Я всегда хотел обеспечить себя вот пассивным доходом. С точки зрения заработка мне лучше сконцентрировать свои усилия на обучении. Простой пример. Простая математика. У меня, например, торгует 5000 трейдеров. Вот, к примеру, 5000 трейдеров в день. Они заключают по 5 сделок в день. Каждая сделка по 10 долларов. 5000 мы умножаем на 5 сделок и умножаем на 10 долларов. И берем отсюда 3%. Я получаю 3% с каждой сделки. То есть в сутки я смогу заработать 7,5 тысяч долларов. И это на абсолютном автомате. То есть мне лучше сконцентрироваться на обучении, а не втихаря сидеть и зарабатывать втихаря, чтобы кто-то не знал. Еще такой момент, ребята. Если каждый, к примеру, из 1000 трейдеров станет успешнее на 1%, это плюс косарь процентов к моему личному успеху. Вот такая вот ситуация. Также вы меня спрашиваете, общаюсь ли я с другими трейдерами. Ты там раньше общался с другими трейдерами. Да, я раньше общался с другими трейдерами. Но теперь вообще общаться с ними не буду. Я вот пробовал с ними общаться. Даже пробовал общаться с трейдерами-мошенниками. Я им писал, говорил, ребята, зачем вы страдаете херней? Зачем вы врете? Вы же показываете свое лицо. Только ради денег? Это того не стоит. Прекращайте заниматься херней. Но они меня, конечно же, не послушали. Так что вот сейчас хочу обратиться ко всем другим трейдерам, которые мне пишут, которые раньше у меня спрашивали совета. И я, ребята, с вами общаться теперь не буду. У вас свой путь, у меня свой путь. Поступайте по совести. Вы поступаете, как считаете нужным. И я поступаю, как считаю нужным. Рано или поздно все получат по заслугам. Так что никого не осуждайте. Ни на кого не держите зла. Я тоже ни на кого не держу зла. Я пытался что-то там сделать, пытался изменить там кого-то. Но зачем? У меня есть свой путь. Все, это мое последнее слово. Я все сказал. Мы, ребята, с вами двигаемся дальше. Я все сказал. Я поставил точку. Только удача, только успех. Я все сказал. Я все сказал, как в песне Киркорова. Я все сказал. Я все сказал. Но все равно я вам всем желаю счастья. То есть ни на кого не держу зла. На мне зачем больше общаться? Я все сказал. Я все сказал. Я все сказал. Да, пою я херово. Да и рэп я читаю плохо. Но, наверное, рэп я все-таки читаю лучше, чем пою. Так что все. На такой вот позитивной ноте я хочу поставить точку. Так что мы с вами продолжаем работать на Олимпе. Все нормально. Дальше все уже нюансы. Я вам буду рассказывать по ходу дела. Вся информация будет в моей бесплатной группе по заработку и обучению. Первая ссылка в описании. Так что следите. Подписывайтесь на наш канал по торговле. Третья ссылка в описании. Вторая ссылка в описании. Это статистика моих сигналов из закрытой группы. Кто спрашивает про сигналы? Вторая ссылка в описании. Вы сможете посмотреть все сигналы за все время. И проверить эти сигналы на реальном графике. Я там указываю часовой пояс и время. Подписывайтесь на канал по мотивации. Четвертая ссылка в описании. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всем огромное спасибо за поддержку, за просмотр. Обязательно, обязательно, обязательно подпишитесь на основной канал. И поставьте этому видео лайк. Дальше только лучше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok